Всем привет! Сегодня у нас будет видео о развивашках. Я вам покажу конкретные книжки, чем я занимаюсь здесь в Турции с ребенком. Я когда была в России, и на всяких детских площадках мне встречались мамочки, которые очень сильно, я не знаю, как это назвать правильно, это было очень круто, они гордились тем, что их дети чуть ли не с года ходят на развивашки. У меня вообще в Турции такой вопрос этого нет. Почему в России такой прям культ, круто, гордиться очень этим можно. Это прям, прям, ой, ребенок, мы развивашки, развивашки, развивашки. Я реально шла, и в каждом втором доме какие-то развивашки, какие-то группы дошкольного развития, всякой-всякой фигни, короче говоря, навалом. Я не говорю, что это плохо и не нужно, ни в коем случае. Мне интересно, напишите в комментариях, почему этому такое огромное дается... Я не понимаю, что я не живу в России, я в этом не купаюсь, я видела только со стороны срез, да. Я не понимаю, почему развивашки такой культ огромный, что это круто, классно, и очень многие мамки этим кичатся. У кого там раньше ребенок начал говорить, рисовать, там, я не знаю, математику считать, алфавит, вся история. Я вообще считаю, всему в свое время, ни один из нас не супер какой-то глупый, кому как надо. Все это в нужный момент придет, не надо вообще детей сильно напрягать лишний раз. Но я точно могу сказать, у моей подруги здесь мама в России дефектолог, она работает в детских садах с детьми, и по поводу детского сада программы я это всего в курсе. Я точно знаю, что турецкие садики, не знаю, как госчастные, у них одна общая, по сути, там, программа идет. В частных садиках больше каких-то доп. занятий. У меня ребенок входит в садик частный, но программа частных садиков, как минимум, вот, хороших, нормальных, не просто которые по КГ просто присматривают за детьми, там, еще что-то. В общем, когда дети занимаются с детьми, у них очень сильная, гораздо сильнее, чем в России, подготовка к школе, к первому классу. Отсюда дети из садика выходят, как правило, знающие, конечно, алфавит, ну, турецкий, на турецком языке алфавит, математику складывать, вычитать, цифры знают, буквы знают, про космос, там, что-то, общее такое развитие, про природу, времена года, листочки, там, всякая вот эта история. То есть, они очень хорошо подготовлены. Вот мама этой девушки, моей знакомой, которая работает в садиках в России, она дефектолог, то она говорила, что очень круто в России, только в крутых частных садиках, вот, в их городе, такое наполнение идет. Так что, кто хакхает, например, турецкие детские сады, мне кажется, просто попался не очень хороший садик, наверное. Но есть такие сады, здесь прям супер. И я думаю, что вот эти наши развивашки российские, они сюда просто входят в программу, потому что, что я делала с ребенком дома по вот этой вот, то я вам сейчас покажу. Это все то же самое, если на турецком языке у нас в садике ребенок все то же самое делал, параллельно. Я думаю, на русском, она очень это любит, поэтому я не заставляла. Не заставляла надо или ради русского языка ни в коем случае это было, это желание ребенка. Она берет сама книжку и говорит, давай делать, мне нравится, прочти, например, мне задание, что мне надо делать, я буду делать. Кайфуют. Ну, кайфуют и все делаем. Ничего насильного не было, я вообще считаю, ребенка насильно заставлять не надо. Давайте начнем с возраста помладше. Это все я покупала на всяких вайлдберисах, заказывала. Вот такие есть книжки, малышарики. Это, на самом деле, три плюс, я бы сказала, с двух лет, два с половиной года уже точно, два с половиной, не как до трех, это уже должно разонравиться, скорее всего. Здесь эта серия, их очень здесь много всяких, как это назвать, книжечек, они очень тоненькие. На моторику, внимание, сенсорика, мышление, познание, эмоции, мышление и внимание. Разные серии в них, да, это есть. На речь, эмоции, мышление и познание на развитие. Мир животных, вот у меня тут есть, мир профессий и логика. Здесь идет просто книжка с заданиями небольшими, они очень простые, поэтому на два с половиной где-то года. Что-нибудь, найди два одинаковых, типа, обведи в кружок и, в общем, вы понимаете. Сзади тут есть карточки, конвертик там, карточки по заданиям тут есть. В общем, задания довольно-таки простые. Это у нас на логику найди, сравни там, похожи, не похожи и так далее. Это профессии, тут тоже сзади карточки в виде профессии, надо описать. В общем, тут внизу дается задание для родителей, что с этой картинкой можно сделать, как можно поиграть. И тут даже написано, вроде бы в этих книжках было, про то, что это как бы помощь воспитателю. Там не к родителю обращение идет, а к воспитателю. Ну, для садика это довольно-таки примитивно, и каждый не будет с ребенком сидеть в садике, да, воспитатель. Но очень быстро эти книжки хорошие, но на ранний возраст, и моей дочке, когда я в 3 года, я уже вижу, 3 плюсик сунула, ей уже так особо неинтересно было. В 2,5-3 я бы эти книжки назвала. Неплохие, на 2,5-3 года в самый раз. Они тоненькие, их легко брать с собой куда-нибудь в поездку, в отпуск, например. Ей нравилось по ним заниматься. Рабочая тетрадь для детского сада. Вот такая еще у меня серия есть. Здесь чтение, грамматика, грамота, развитие речи, математика, и всякое-всякое разное. Здесь у меня 3 плюс серия, что с полки первая подобрала. Ну, стандартно. Здесь автор, это у каждой книжки свой автор есть. Они продаются вот таким набором. Возраста тоже разные есть. Ну, например, занятие номер 8. Логика тоже здесь идет, развитие речи. Там могут быть буквы, сравнения различные. Честно, как видите, довольно-таки чисто. Ребенок этим не захотел заниматься. Здесь еще много текста. Мало заданий было каких-то таких прям интересных. Все это то же самое было параллельно в садике на турецком языке. Поэтому именно вот этой серии у нее огромного желания не возникло что-то с этим делать, заниматься. Но я точно скажу, да, если даже ребенок от возраста этот перерос, все равно можно брать, рисовать. Ему все равно будет... Это полезно. Просто проходить этим заниматься. Не ждать каких-то результатов, чтобы ребенок был умный. Речь развивалась. Ну, условно, да, там еще что-то. Вот даже написано. Младшая группа заданий. 4 плюс, 5 плюс и 6 плюс на постарше. Они неплохие книжки, но это прям рабочая титаль, когда ребенку ты должен сидеть, читать задания, разговаривать с ним, потому что он сам еще там в 3-4 года это прочитать не сможет. Большой текст, очень много. То есть это прям с ребенком надо сидеть. Когда вот это, у меня ребенок сам брал, без меня. И как-то логически где-то догадывался, надо сделать то, сё, картинку какую-то надо поставить и так далее. Вот как пример покажу, такие книжки я взяла. Это турецкая книжка. Стоила она у меня, это даже ценник. А, нет, ценник, нет. Ну, не знаю, 200 рублей, наверное, на наши деньги. Это какие-то задания, активити. Это мы делали в первое время вообще, когда дома сидели, локдаун первый был. Я пошла и купила в Мигросе самое первое, что было. То же самое. На логику сравни картинки. Какая здесь, что здесь, какая. Найди две похожих, например, да. Право-лево, где нос машины, вот, да, задание сол, са, тар, авто. Вообще, то же самое фактически. Вот что-то она у меня уже рисовала, калякала. Рисунки надо было сопоставлять, конфетки. То же самое, но на турецком языке. Вот обратите внимание, у кого дети в Турцию. Это я покупала просто в Мигросе, в отделе Картасии. Картасии, в Мигрос 5М, в больших, в отделах канцелярия. Вот, пожалуйста. Но они и в всяких обычных магазинах проводятся. И в интернете, пожалуйста. Хэпси Борода, Триндиол. Все это тоже есть. Все то же самое. Вот я говорю, просто по таким рабочим тетрадям. Не прям по этой, а по похожей. В садике у меня дочка занималась. Цифры, все то же самое. Математику она учила по таким же книжкам. Но моя, вот скажу, в России самая любимая книга. Это вот эта серия. Это «Умный ребенок». Автор Этери Заболотная. Школа развития. Вот эта книжка 3-4 года. Они идут 2-3, 3-4 и 5-6 есть. Это вот довольно-таки толстая книга. Вот это про алфавит. Вот как меня спрашивали, а как вы будете учить алфавит? Ребенок буквы, как читать научиться по-русски? Что типа делать будет? Вот это первый шаг к изучению букв у нее был. Тут она познакомилась с каждой буквой. Задание. Она очень любила эту книжку. Там все изрисовано, все сделано. Буква Г. Она называется буква Г. Мамина буква имя Галя. Там буква ее там, папина и так далее. С удовольствием. Вообще очень легкие задания. Они трудные. Здесь идет... Это прямо именно... Есть на математику у них книжка. Тоже здесь и логические задания, и буквы. Потом математики здесь немножко идет. На математику у них есть отдельная книжка. Но вот эта сама серия очень крутая. Нажала я. В общем, мне нравится тем, что это толстое. То, что если ты из России ведешь, да, то есть не тоненькие вот эти фиговинки, знаете, да, место занимают. Это уж вести книжку из-за границы, так уж потолще, чтобы на дольше хватило. По 10-15 страниц за раз она у меня садится за задание, вот эти развороты делает. Потому что очень легко, понятно. Она прямо обожает тащиться, как сядет, короче. Вот тут цифры по точкам обводить. Ну, в общем, вот. Это best of the best. Умный ребенок. Вот эта серия просто шикардос. Вам всем советую. Про буквы у меня спрашивали. Вот, пожалуйста, что очень помогает. Это азбука с звуками. Чем классно, что ребенок смотрит букву, может тут повторять, рисовать. Но я вообще по точкам рисовать вообще ненавидела. Это не ее история, вот она нажимает букву визуально. Тут же идет вот это стихотворение, рассказывается. Вот, например, букву В нажмем. Хочет стать любой котенок чемпионом велогонок. Для мечты преграды нет. Лишь бы был велосипед. Обожает. Тут буква В отмечена. Это где-то, наверное, на 4-5 лет, я бы сказала. Потому что здесь мало каких-то активитей, занятости. Можно повторять. Я не хотела рисовать. Но ей вот эта музыкальная сторона больше привлекает. И если ребенку, скажем так, скучно оставить с этой книжкой, она просто открывает, ищет букву, как она тоже написание ее, прослушивает аудио. Эти хазбук в России навалом со всякими разными героями. Это у нас просто три кота. Она, конечно, фанат вообще трех котов, сказочного патруля и многих других мультиков. В общем, неплохая штука для изучения букв. Вот это аудио со стишками. Она стихи эти все наизусть просто вызубрела. И мое то же самое, вот этих три вещи, вот это азбука, и вот это, это самое мое любимое. И у ребенка тоже. Мое любимое, что ребенку нравится. Вот такая штука, смотрите. Это смекалочка 4-5 лет. Есть у них 5-6 еще. Смекалочка для того, чтобы брать с собой в дорогу задание. Здесь 100 карточек идет. В коробке также фломастер, который маркер, который рисует и стирает тут же. И вот задание, это многоразовая история. По точкам, что-нибудь там в виде внизу задания дается. Здесь математика, логика, буквы. Математики очень много. Задания логические, всякие-всякие разные. Плюс к тем, что это стирается. Многоразовая история. Очень удобная маленькая коробочка, которую можно взять в любую фактически мамкину сумку положить. Это вот небольшое, это легкое. 100 увлекательных игр и заданий. Плюс маркер в подарок. Развитие ребенка. Смекалочка. Все, больше никаких надписей, информации здесь нет. Дизайнер, но автора как такового здесь не написано. Буквы тут тоже есть, логика. В общем, такие задания. В чем прикол, девочки? У кого такого нет, например, из России, вы не можете привезти. Эти же смекалочки, такие же на турецком языке, продаются в книжных детских магазинах. В ДНР, в Низихе, например, в каком-нибудь сетевом. Посмотрите, на сайтах у них точно такая же коробка будет, такой же фломастер, такие же задания, но просто на турецком языке. Но я не знаю, если вы родили ребенка, года два-три, так вот живете, но что-то вот задание там просто логически, вы можете объяснить на русском языке. Неважно, на каком языке задания данные, задания точно, ну, не прям один в один такие же, но логика, все по возрасту такие же. То есть, а к тому, что вот эти развивашки, они здесь и в Турции есть. Они продаются в книжных магазинах, в магазинах канцелярии очень часто. Тоненькие всякие вот такие книжки, брошюрки, вот они есть, то же самое, но на турецком языке. И по вот этим же книжечкам, по логике, они в садиках, пожалуйста, все занимаются. Поэтому такой нужды вот в этих развивашках здесь, в Турции. Вообще в Турции доп. образования, называют они это курсы, например, там, плавание, баскетбол, секции какие-то, там, балет, танцы, все прочая история по отношению к зарплате, это дорого. Это, ну, дуко, я бы не сказала, прям привилегированное что-то, но это не все могут себе далеко позволить. Всякие секции, как и в России, в принципе, тоже это не дешевое удовольствие. И, например, в частных школах очень часто вот эти секции, и баскетбол, спорт, дополнительное, всякое такое, они отдельно, точнее, они идут вместе с оплатой годовой в частных школах, и ребенок после уроков остается там заниматься, потом его на сервисе домой привозят. То есть всякие развивашки, доп. образования, секции и все прочее включено в годовую оплату школы, например. Такое есть. У моей дочки в садике никакой доп. платы нет, просто вот они развиваются по вот этим программам, понятно. Плюс у нее каждый день один час английского языка, хотя уклона в садике и в английский нет. Есть еще с уклоном. Я там учителя на английском буду говорить. Из такого дополнительного у них есть урок шахмат. Где-то с четырех лет, в группе с четырех лет, так у них уводятся шахматы. Им рассказывают просто там по 40 минут раз в неделю, что, какие фигуры, как играют, траля-ля. В моей это очень нравились шахматы, потому что математический склад ума, ей эта история нравится. Танцы, естественно, какая-то зарядка, но стандартная, как у всех и везде все. Подделки, рисовалки, всякое-всякое такое. Издок такого вот необычного. Это вот английский язык, шахматы. Я такого даже не вспомню сейчас особенного. Может быть еще какой-нибудь там другой язык, французский, испанский, немецкий. Это от садика тоже зависит, если это нужно. И очень мне нравится, что это, как правило, приходят, естественно, носители языка. Не просто учительница турчанка приходит и там учит алфавиту, там говорить как-то. Это, как правило, в частные садики приходят носители языка, иностранцы какие-нибудь. Вот такая история. Что у вас по развивашкам? Пользуйтесь вы тем, что я показывала. Если, да, напишите ваши отзывы, вы, может, расскажете что-то интересного, особенно кто живет за границей, у вас русскоязычные дети билингвы какие-нибудь, да, чтобы вы рассказали, как вы учите язык, алфавит и вся вот эта история на русском языке. Спасибо за внимание. Жду ваших комментариев. Надеюсь, была вам полезной. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok